Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Добрый день. Ну, наверное, начнем мы с вами со статистики. Скажите, пожалуйста, сколько несовершеннолетних находится на учете в уголовной исполнительной инспекции? Сократилось или уменьшилось количество подучетных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? За первые полугодия 2017 года изменения, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, произошло изменение чуть-чуть в отношении несовершеннолетних. На сегодняшний день у нас состоит 53 года. Аналогичный период прошлого года тоже состоялось на учете 53 несовершеннолетних. Ну, существенных изменений нет, хотя и в практике, и по учетам отделов МВД у нас есть снижение. 53 несовершеннолетних детей, да? Несовершеннолетние на сегодняшний день, да. А в каком городе больше? В каком районе? В основном у нас рост преступности среди несовершеннолетних. Это город Махачкала и Тарумовский район. Вот какие меры, чаще всего наказания, применяют суды в отношении несовершеннолетних правонарушителей? Какие меры наказания, это определено в статье 88 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении несовершеннолетних применяется штраф от 1 тысячи до 50 тысяч. Ну, естественно, порешение суда взыскивает с родителей или с опекунов. Ограничение. Так, обязательная работа. Обязательная работа – это от 40 часов до 160 часов. Свободная от времени учебы или работы, если работает, выполняет общественно полезные работы. Исправительная работа до 1 года. Также ограничение свободы от 2 месяцев до 2 лет. Естественно, лечение свободы – это лечение свободы за деяния до 16 лет. Это не свыше 6 лет. И за тяжкие, особо тяжкие преступления – это не свыше 10 лет. Мы знаем, что несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности по достижению 16-16 лет. Но исключение есть. За особо тяжкие преступления уголовная ответственность наступает 14 лет. Сайба Тапас, какие противоправные действия влючит за собой подобного рода наказания в отношении несовершеннолетних граждан? Чаще всего несовершеннолетними совершаются основными – это кражи. Кражи, разбой, грабеж, связанные с техникой, сотовые телефоны. По нашей практике это основной и так. А реже, естественно, там есть у нас моменты, были ситуации, где несовершеннолетние было замечено в изнасиловании. Конечно, вот эти моменты. Наверное, для вас это резонансные какие-то преступления, и вы, наверное, над этим больше всего работаете и проводите профилактику среди этих несовершеннолетних. Конечно, это не только мы должны провести профилактические меры, какие-то принимать. Если такие факты имеете, это все субъекты профилактики, которые определено федеральным законом 120-1999 года. Это работа с подростками. Что насчет рецидива среди несовершеннолетних преступников, так скажем, повторно совершают ли преступления несовершеннолетние? К сожалению, конечно, ожидать повтор от несовершеннолетних, это любое время, любой момент можно ожидать. Потому что несовершеннолетние – это непредсказуемый народ. У них нет такого планирования или чего-то. Пришел мысль в голову и совершил преступление. Естественно, несовершеннолетние, по нашим учетам, состоят на учете эта группа риска. Мы, естественно, проводим с ними постоянную работу. И по сравнению с прошлым годом, за 16-й год несовершеннолетние совершили, из числа состоявших на учете, пятеро совершили повторное преступление. А за первые полугодия у нас только одно случай. По городу Махачкала. Аналогично тем же преступлениям, которые были предыдущие, или же уже другие преступления совершают? Аналогичные, да. Если совершают кражу, то совершают кражу. Если совершают кражу, то совершают кражу. Продолжают, совершают. Есть такие моменты. Есть среди подростков, которые употребляют, как даже сказать, не знаю, клей. Наркотические. Даже не наркотические, а вот... Токсикоманы. Да, токсикоманы. Вот есть ли вот в вашем списке такие вот лица, которые подвержены нюхать какие-то химические... Можно как бы нам этот чуть-чуть радоваться, но у нас по учетам, которые проходят несовершеннолетние, да, факты употребления наркотиков и употребления токсических веществ не зафиксированы и у нас не состоят по наркотическим статьям тоже именно подростки. Ага, в некоторых регионах есть проблема, когда наркодели привлекают молодежь к своему бизнесу, если то закладки делают, да, говоря оперативным языком, то, да, то используют несовершеннолетних подростков. У нас есть такое? Замечено ли? Нет, я еще раз повторяюсь, да, вот в республике Дагестан вот... По статье 228? И числа есть, да, именно в отношении несовершеннолетних у нас нет. Вот скажите, пожалуйста, ну, конечно, какие существуют социальные учреждения в республике и реабилитационные центры, доступные для несовершеннолетних осужденных? Ну, к сожалению, у нас в республике Дагестан социальной программы очень мало. По республике Дагестан у нас всего 6 реабилитационных центров в отношении несовершеннолетних, которые непосредственно работают. У нас, вот по городу Махачкала, да, мы привлекаем реабилитационные центры и работу психологов... Наших психологов или психологов реабилитационного центра? ...психологов реабилитационного центра, естественно, совместно с нашим психологом. Вот, ежемесячно, ежемесячно они проводят обследование, психокоррекционные моменты, психодиагностику и по определению, ну, склонности к насильственным преступлениям по различным программам. Ну, это, конечно, результаты даются. Эффективно, значит, проводится работа, да? Эффективность есть, да. А чтобы сказать повсеместно, да, по республике, ну, такие программы социальные по оказанию каких-то юридической помощи, психологической, материальной помощи, хотя это в федеральном законе 120-й. Все расписано, да? Все расписано, как должны работать. А чья прерогатива, кто должен этим заниматься, Саиба Дабасана? Ну, это федеральный закон, все органы власти, субъекты, субъекты профилактики являются все. Начиная от органов государственной власти, органов местного самоуправления, образования, медитина. Конечно, мы все, даже любой член общества, гражданин, мы обязаны законопослушно воспитать, кто у нас рядом, кто нарушает. Я так считаю. Тем более, у нас, если вид наказания мы исполняем без изоляции от общества, мы не должны одни воспитывать подростков. Вы знаете, порой бывает так, вот приходят на учет подростки с родителями, с опекунами. В глазах этих родителей чаще у нас, кто совершает преступление, это несовершеннолетние. В основном, это неблагополучные семьи, безотцовщина в основном. Воспитанием занимается толку улица. Проводим работу с родителями, с мамой в основном. Но виновата все, только не мама. Мама занимается, в двух-трех местах работает, зарабатывает деньги. А сын, конечно, сына воспитывает улица. Вот причина. Поэтому такие моменты, вот органы профилактики должны взять на учет всех малоимущих, оказать какой-то социальный помощь, материальный помощь. Крайний случай, я считаю, до достижения 18-го лета, пока человек получит образование, все органы профилактики должны держать этого молодого человека на контроле. Не только просто от эпизодами, да, вот сегодня. Пока, к сожалению, это, по-моему, на словах и на бумаге. Пока что да, пока что да. Хотя у нас в каждом районе имеется комиссия по делам несовершеннолетних. Функции возложены. Председатель этих комиссий является замруководителем муниципиальных образования. Хотя все в руках, как говорится, этих органов, да. Ну, что-то мешает. То ли мы не осознаем, что мы несем ответственность за каждого гражданина, члена нашего общества, то ли, может быть, от незнания, что есть такие вот законы, федеральные, что надо их исполнять просто-напросто. Когда мы говорим преступник, осужденный, мы всегда почему-то подразумеваем мужской пол. Вот, есть ли среди несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества девушки? Ну, девушки попадается очень редко, но на данный момент девушек нет. Нет. Так счастье, что их нет. Вот, скажите, пожалуйста, существует ли в нашей республике родительский комитет? Вот вы сказали, что в комплексе все должны работать, а чтобы работать все должны вместе и дружно, должны создаваться и комиссии, и комитеты. Такой комитет существует в республике? Родительские комитеты. Согласно статье 142 Уголовно-исполнительного кодекса предусмотрена работа с общественными организациями и в том числе создание родительских комитетов в детских колониях. В детских колониях, да, они работают, разработаны и утверждены начальником колонии положения в родительском комитете. Но, к сожалению, по Уголовно-исполнительным инспекциям с подростками без изоляции от общества такие родительские комитеты у нас не созданы. Но надеюсь, что... И в этом случае чья должна быть инициатива? Инициатива у нас есть разработки. Мы сейчас вот хотим выйти перед правительством, тоже о рассмотрении такого вопроса. Мы ранее выходили тоже о закреплении общественных воспитателей за несовершеннолетними. У нас вот 27 мая этого года принято республиканский закон о закреплении общественных воспитателей, в том числе и за нашим подопечным. Это радует, что нас уже органы власти слышат, и правительство, и глава республики. Они все понимают, что работать надо. И, естественно, создание родительского комитета у нас тоже есть планы доработать и выйти с предложениями. Это нам необходимо не только с органами власти, естественно, это вопрос уже с самими родителями. Которые неравнодушны к чужим проблемам, не только к своим. Да, здесь мы можем общественные организации, правительственные, неправительственные фонды привлечь. Волонтеров. Да, это работа такая вот чисто на общественных началах. Саибада Басана, вот вы сказали, что преступления совершаются детьми из неблагополучных и неполных семей. И вот на самом ли деле это так? Вот все 50 ваших подучетных, более 50 подучетных, все живут в неблагополучных семьях? Или все-таки есть? В основном, да. В полных семьях, которые воспитывают. В полных семьях это очень редко попадается. Из благополучных очень редко, но, к сожалению, обычно из благополучных семей попадается за употребление или хранение наркотической. Из опыта работы детской колонии, в свое время я работала в детской колонии, за употребление, хранение, перевозки наркотических средств попадались из благополучных семей. Потому что у них есть возможность купить, попробовать, посмотреть как-то. И, естественно, если употребляешь наркотические средства, а там уже возможно и разбои, и убийства, и развратные действия. Поэтому оно взаимосвязано. По нашим учетам, в основном они все из неблагополучных. Воспитывает мамы редко. Там можно пошитать по пальцам, где полная семья. И то в неблагополучном материальном положении они нуждаются в социальной помощи. Вот вы лично, Саиба Табасна, в вашем лице уголовная исполнительная инспекция Республики Дагестан. Какие способы находите, чтобы отвлечь трудных подростков от плохого влияния улицы? На сегодняшний день, чтобы сказать стопроцентно, что мы выполняем эту программу, как в зарубежных странах. Мы знаем, что есть служба пробации. У нас служба пробации, пока такого федерального закона не принято, не создана служба пробации. Но это подразумевается, что это уголовная исполнительная инспекция будет выполнять функции пробации. То есть заниматься социальными вопросами. Социальными вопросами, да. И если так взять зарубежный опыт работы пробации, там на ежедневном контроле находятся всех социальных структур, подопечные, которые находятся под контролем. Каждый шаг, каждое движение подростка, оно проходит через службу социального сопровождения. Поэтому на сегодняшний день что-то сказать, что мы постоянно... Да, у нас есть ограничения, установленные в решении суда, приговор в решении. Вот мы эти ограничения и запреты контролируем. А чтобы постоянно находиться рядом с подопечным нашим, несовершеннолетним, в связи с отсутствием возможностей, потому что штатное расписание тоже, во-первых, не позволяет. Есть другие моменты. Нагрузка, кроме несовершеннолетних, у нас проходит по учетам очень много лиц. А вывозить этих несовершеннолетних, показывать культурные объекты Республики Дагестан, бывать там в аулах, все, показать, насколько хорошо живется в Дагестане и без совершения каких-либо преступлений. Вот в этом ключе. Вот, на сегодняшний день, да, у нас совместно взаимодействие с инспекторами по делам несовершеннолетних. Да, у нас есть регламент, регламент взаимодействия, где мы совместно проводим, есть комплексный план, где вот наши эти все мероприятия, летний период. Мы определяем своих подопечных летно-оздоровительные лагеря, и есть, организовали экскурсии, музеи. Так что эту работу мы проводим совместно. Ну, считаем, что пока это недостаточно, конечно, да. Саиба Табасовна, вот еще хотелось бы, знаете, у вас спросить следующее. Вот было такое, что несовершеннолетних, трудновоспитуемых, так скажем, детей привозили часто в детскую колонию, чтобы показать, что ожидает их в будущем, если они дальше будут совершать какие-то противоправные действия. Вот сейчас практики нет. Что тогда давала эта практика? Почему сейчас отменили? И об этом несколько слов, исходя из вашего личного опыта. Да, я в свое время работала экспериментально у нас при СССР еще. 62-й приказ, мне кажется, МВД. СССР в четырех колониях по Союзу проводили эксперименты о создании центров социальной адаптации. Я руководила это центром, 25 подростки в моем подчинении, то, что вот мы сейчас говорим, и театры, и экскурсы, и работа, и воспитательная работа. Все эти моменты мы контролировали. И была еще у нас такая вот практика трудновоспитуемых, которые вот, такое понятие у нас было, трудновоспитуемые подростки, состоящие на учеты ИДН. Их приглашали. Мы проводили экскурсии по колониям. Естественно, мы старались показывать чисто не все хорошее, а это был чисто эффект психологического воздействия на подростков. После таких экскурсий часто бывало, что в городе я встречала подростки, они говорили, нет, мы не хотим туда. Поэтому какое-то психологическое воздействие, конечно, имело. Как вы думаете, имеет смысл возобновить вот эти работы, или все-таки детей не стоит так пугать? Ну, сейчас, в данный момент, это у нас в связи с гуманизацией, уполномочение по правам человека, где-то будет реагировать. В законе у нас чуть-чуть по-другому. Я не говорю, я за гуманизм. Тем более, ну, все равно какую-то работу надо, конечно, проводить. Не просто так, даже элементарно, когда касается несовершеннолетних, дела несовершеннолетних, да, и это будет следователь или судья, он должен квалифицированный с опытом, потому что часто порой бывает, что оглашает приговор, а воспитанник, ну, будем называть, да, вот несовершеннолетний обвиняемый, он даже не понимает, в чем дело. Его уже осудили, он не знает, потому что судья огласил... Свой вертикт. ...свой решение и не разъяснил. Я почему говорю, судьи должны разъяснить тоже, когда вносит, оглашает приговор, они должны воспитательным уклоном разъяснить малейшие нарушения. Это дает осужденным шанс на исправление, потому что условное наказание – это не наказание, это иная мера, это отдельный институт уголовного правового характера. Это дает шанс на исправление. Без изоляции от общества. Это контроль, это просто контроль с нашей стороны. А судья, естественно, он должен разъяснить малейшие нарушения. Это условное осуждение возможно превратится в реальный вид наказания. Это лишение свободы. Ну, лишение свободы в отношении несовершеннолетних сейчас применяется очень реже. Есть разъяснение пленума Верховного суда. Даже при повторных, он может совершить повторно преступления. Но есть разъяснение, есть порядок применения мер наказания в виде лишения свободы. Поэтому в этой ситуации тоже есть чуть-чуть такие проблемные моменты. Понятно, Саи Патабасовна, эфир хотелось бы закончить тем, чем начинали. Вот почему, как вы считаете, дети и подростки нарушают все-таки закон? По неосторожности или по незнанию? Нет, я бы не сказала по неосторожности. А в основном от незнания, да, от незнания законов. Хотя мы знаем, что незнание законов не освобождает от уголовной ответственности. Кое у кого в голове есть криминальная романтика. Кто-то думает, что это романтично, когда уже думает о криминале где-то по телевидению, где-то услышали, где-то в окружении ранее судимые. Эти подростки, их воспитывала улица, мало имущие родителям некогда. Конечно, есть много факторов, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними. Саи Патабасовна, мне остается вас поблагодарить за то, что вы нашли время. Пришли с нами сегодня пообщаться. Уважаемые телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Я благодарю всех вас за внимание. До новых встреч в эфире. Берегите себя и все, кто вам дорог. Субтитры создавал DimaTorzok